Очередная онлайн-встреча с будущими студентами Международного гуманитарного университета была посвящена грядущей вступительной кампании. В 2020 году она проходит в необычных условиях. Но, несмотря на борьбу с пандемией коронавируса, образовательные процессы никто не останавливал. Да и современные технологии позволяют переживать карантин с пользой для дела. Более подробно об онлайн-брифинге в материале наших корреспондентов. Десятки вопросов и развернутые ответы на них. От условий проживания в общежитии до специфики проведения внешнего независимого оценивания в период продолжающегося карантина. В Международном гуманитарном университете прошел онлайн-брифинг, посвященный вступительной кампании 2020. К слову, из-за карантина такой режим общения с абитуриентами стал привычным как в Одесской юрокадемии, так и в Международном гуманитарном университете. Президент вузов Сергей Кивалов уверен, что нельзя лишать абитуриентов возможности поближе познакомиться с университетом. Сергей Васильевич поддерживает все формы преподавания, общения со студентами, с абитуриентами, включая дистанционную форму, которая сегодня просто необходима во время карантина. Но я уверен, что после карантина мы восстановим все, что у нас было раньше и будем дальше развиваться в тех направлениях и в научных, и в образовательных, которые были намечены до карантина. Состоялся онлайн-брифинг вступительной кампании 2020 с участием директора Одесского оригинального центра оценивания качества образования Анисима Анатолия Юрьевича для того, чтобы абитуриентам в связи с условием карантина рассказать о вступительной кампании 2020 года и особенностями проведения внешнего независимого оценивания. Это касается не только выпускников 11-х классов, но и касается выпускников бакалавров, а также выпускников колледжей, училищ и, конечно же, 9-х классов. Один из самых распространенных вопросов, который задают родители будущих студентов – сроки проведения внешнего независимого оценивания и их условия в связи с карантинными ограничениями. В течение недели Министерство образования подготовит протокол, в котором более подробно распишут даты тестирования. Но предварительный план такой – 15-е, 17-е июня пробное тестирование, 25-е июня основное, с обязательным соблюдением санитарных норм. Технология будет такая, что масочный режим, режим соблюдения соответствующей дистанции, то есть вход будет поочередно, никаких топ у входа допускать не будем, за это будет следить персонал. Рассадка, как обычно, 15 человек в аудитории, дистанция между абитуриентами не менее 1 метра, использование дезинфицирующих средств, в том числе влажная уборка. То есть все это предусмотрено этим протоколом, который сейчас готовится Министерством здравоохранения, и который мы будем реализовывать в случае, если до 25-го июня полностью карантин снят не будет. В приемные комиссии Международного гуманитарного университета напоминают, совсем скоро начнется регистрация на вступительные экзамены. Вся необходимая информация будет появляться на сайте университета. Регистрация на ЗНУ по английскому языку, единый вступительный экзамен по иностранному языку, значит, начнется уже 12 мая по 5 июня. Хотелось бы отметить, что приемная комиссия Международного гуманитарного университета регистрирует всех выпускников, бакалавров, специалистов, магистров для сдачи единого вступительного экзамена по иностранному языку и по экзамену по специальности права и логики. То есть мы регистрируем с 12 по 5 июня. В онлайн режиме мы принимаем документы. Все консультации, которые необходимы, мы принимаем и в электронном виде, и на почту, и в телефонном режиме. У Международного гуманитарного университета наивыше четвертый уровень аккредитации. Здесь готовят специалистов самых востребованных профессий. Со следующей недели дни открытых дверей в онлайн режиме пройдут отдельно на факультете искусства и дизайна, в Институте права экономики и международных отношений, в Одесском медицинском институте Международного гуманитарного университета и колледже. У абитуриентов будет время детально изучить достижения и возможности каждого подразделения вуза. Следите за обновлениями на сайте университета, в YouTube-канале приемной комиссии и в социальных сетях университета. Продолжение следует...